Скажи, тебе говорили, что можно купить снова Т-34-85 Э-э-э? Да, если хочешь знать, я самому лучшему мнению про эту технику. Ведь у неё всего лишь имеются какие-то экраны и буква Э-э в приписочке. Я купил её! Опа, это чё тут у нас? Посмотрите-ка, у этих штуки есть наклеечка сильные, а сильные даёт плюс 10 к силе. Ну, ближе к броне. Короче, если бы наклейки не было, я бы вообще сосал просто как не знаю что. Где место-то немца? У парка. Какой у парка? Так, тут за камнем. Раньше, говорю. Какого он парка? Да, кстати, там реально курица на заднем фоне, потому что я в Майн играл. Вертан, это неинтересное говно, вот я и хотел в Майн выстрелить. Ну, а сейчас тоже пообъезжаем. Бум! Попадание! Бум! Точно в цель! Шопка. Да ты же снайпер! Попадание! Затем, чё, брони не хватает немецкой? О, блядь! Вы же прекрасно понимаете, что реплеи, в которых я играю, плохо, либо ничего такого не происходит, ну, я не делаю. Поэтому большая часть боёв выглядела примерно, ну, как-то вот так. Попадание! Первый полк, репеттер, гол! Брони, бойцы, с каждого вас! Палой, смотри, бирки, апелька, готов! Вижу повреждения! Все, хватили! Ну, короче, все, хватит плохих моментов, как бы, лол, будем любоваться на то, где я играю нормально, а не вот это вот говно. Раскидываю по фактам. У этой штуки брони, от слова, её нет. Вернее, её достаточно, чтобы её пробить, и при этом, чтобы ещё что-нибудь взвелось, чтобы раскидало абсолютно на всех, а насквозь не прошёл снаряд. Пушка говном, мне не понравилось. Башня вроде бы и поворачивается, а вроде бы можно было бы тонкобойку взять какую-нибудь. Вообще, мне не нравится, зачем я купил эту штуку? Не, ладно, у неё хотя бы неплохие, это, качает хорошо. Да ещё, когда у меня ещё до сих пор примак с этого всего, это круто. В смысле покупать эту штуку, на самом деле, есть только единственные. Ради наклеечки «Вода Байкальская», потому что она прикольная. Ну, вот этот танк сам по себе мем, потом ещё, ну, примак тебе дадут на чуть-чуть. Так-то тоже приятный бонус, спасибо. Наклеечку К-239, вообще, ну, да. Есть только К-239, кому не потребуется. А, ну, ещё статус древнего руса и иконку древнего руса, как бы, это подкупает. Собственно говоря, поэтому я её взял. Ну, и плюс по скидке была, цена была не бешеная. Мне всё равно пришлось докладывать 5 евриков сверху, потому что гаджин-коинов у меня не хватало. Задрут марафона. Ну, в принципе, я доволен. Не, ладно, ну, это вообще-то техники есть один маленький такой плюс. У неё сверху, видите, там беседочка есть, которая должна от дрона защищать лючки. То есть, если вам был гранат сверху закидывать, то, по идее, ничего не произведёт. Вот только, если у не обратите внимание, она слегка выдвинута вперёд, поэтому рейт всё ещё открыто. Блин, говно ебан. А ещё, кстати, рейсер такой человек, которому покажи танк, он будет от души не смеяться и плакать. Как мы отвлечим одного от другого? Да-да-да-да-да. Танк 10 из 10, мне не понравился. Не хочу на этом играть. Но приходится, потому что так может быстрее советов выключить. Да вообще, советов говно нафиг, я на итальянцев лучше играю. И кто мне там какой-нибудь не затирал долбанным венелан, то что танкобойки итальянцев говно. Нет, 90-53 эмба, всё. Я, кстати, наверное, думаю, что я видео всё-таки начал бы заканчивать на этом, потому что мне больше нечего сказать. Я обзор на War Thunder делать не умею, всё. Зато орать умею. Запрети мне играть в War Thunder. Я в него задоначу деньги нашего папы. Запрети мне играть в War Thunder. Что зимой, что лето. Задрот марафон.